Сделать или ты скажешь? Ну, вначале какие-то общие рассуждения, а потом описание экспериментов. Ну, Володим, спасибо за блестящий доклад, а Ирина Кулис, интересный доклад, она как бы описала вот этот переход, этапы от вхождения в трансовое состояние и выражения уже, так сказать, какого-то. Творческого процесса, продуктов искусства. Вот прекрасное стихотворение Блока, который тоже описывает эти этапы творческого вдохновения и его реализации. И с холодным вниманием жду, чтоб понять, закрепить и убить, и перед зотким моим ожиданием тянет он еле приметную нить. Я сократил. Я, как громом проклятие, творческий разум, осилил, убил. Я замыкаю и в клетку холодную, легкую, добрую, птицу свободную, птицу летевшую смертью нести, птицу летевшую душу спасти. Вот Блок описал творческо, как эту птицу свободную, которую как-то неявно начали в непонятных состояниях, звуках возникает. А потом следует то, что в психологии называется категоризация. Вот эти невнятные, непонятные, эмоциональные состояния, образы одеваются в наш понятивный язык. И для Блока это птицу творчества свободную заковали в эту клетку. Но не будем умалять роль сознания в процессе творчества. Процесс, еще когда недоосознание, недоопельцевание птицы, когда он еще не выражен. В другой день русской поэзии Мельдештам сказал, но я забыл, что я хотел сказать. И мысль бесплотная в чертог теней вернется. То есть для творчества надо и осознание, выражение в какой-то системе понятий или этих социально нормированных образов, когда можно передать другому. И тем самым и осознать самому. Вот Василий Васильевич Налимов, такой грестящий мыслитель, математик по образованию, он сформулировал наличие нашей психики, как бы нескольких языков, нескольких уровней, которые связаны с творчеством, процессом мышления и так далее. Он говорил о жестких языках, типа язык математики, язык логики, согласно Тарскому. Преобразования в этих жестких языках, они тавтологичны. Они не связаны с творчеством, процессом, грубо говоря, вычислительной трансформации. То есть какой-нибудь математический символ, он назначен. То есть нет смысловых контекстов, содержание знака не меняется от рядом стоящих от потребительной цепочки других знаков. А противоположный уровень – это мягкие языки. Вот, например, язык поэзии. Или Ирина говорила о языке танца. Это тоже своеобразный язык. То есть отдельные движения, они имеют семиотическую нагрузку. Но они такие размытые языки, позволяющие достаточно широкую интерпретацию, мягкие. Язык музыки, язык поэзии, уже более, так сказать, жесткий язык, но тоже достаточно мягкий. Любая форма эмоционального выражения – это тоже специфический язык. И вот, для полноценной существования нашей пьеси, это как бы, так сказать, работа на всех уровнях, на мягких языках. Кстати, недавно присутствовал на докладе одного физика. Сейчас фамилия выскочила. И он достаточно убедительно показывает, что пока высокая теоретическая физика развита в странах, где есть глубокая поэзия. То есть и физикам и математикам необходима вот эта подпитка через символизм образов. Вот. Сами я занимаюсь психосемантикой. это отображение содержания смыслов с помощью языка семантических простых простых. Ну, кто не слышит что-то? Пару слов скажу. Вот. Что имеется в виду? В любви есть такое понятие language competence, language performance. знание языка и владение языком. Маленький ребенок может вполне хорошо препятать на своем родном языке, но он не знает правила грамматики, синтексиса, да? Но, тем не менее, порождает достаточно грамматические правильные предложения. То есть у него есть имплицидно эти правила, которые он, конечно, не осознает. А мы начинаем изучать иностранный язык. С изучаем правила, грамматику. И, например, как я, на старости лет владею достаточно плохо тем же английским. То есть такой-то competence свес, а performance слабоватый. То есть вот на примере лингвисты можно говорить о имплицидных моделях языка. Но такие же имплицидные модели существуют у человека в самых разных сферах. Все мы такие же кейские, житейские экономисты. Мы ходим в магазин, оцениваем товар. Вот этот товар стоит купить, это слишком дорого. То есть у нас есть какая-то имплицидная экономическая теория, на основе которой мы действуем. Мы имеем имплицидные знания в сфере политики, политологии. Мы житейские политологи. Мы идем, недавно были избирательные выборы. как-то оцениваем персонажи, за кого-то голосуем, кого-то вычеркиваем. У нас есть какая-то политическая имплицидная модель. Опять же, плохо осознавать. то есть другой страны есть политологи, которые побольше осознавают. Мы даже имеем какие-то имплицидные, плохо сознаваемые систему категоризации в сфере искусства, например. Вот Озгут американский исследователь один из как бы инициаторов психсимантики. Вот он разработал свой известный там семантический дифференциал как такой он исследовал синестезию. А это уже был побочный продукт исследования. Синестезия, кстати, достаточно интересный феномен. Сейчас я вернусь к Озгуту. Причем это тоже своеобразный язык. Мы в языке множество выражений когда переживание одной модальности оценивается в категории другой модальности. Мы говорим скука почему-то зеленая, а ярость почему-то багровая. Ну подскажите мне какой-нибудь любой кросс-модальный переход, когда понятие одного языка оценивается и выражается в терминах другого языка. Яркое ощущение. Яркое ощущение, совершенно верно. Еще какой-нибудь пример. Их множество. Зеленая тоска. Только сейчас сказал. Господи, золотая женщина с серебряным голосом. Что-что молодая? Золотая женщина с серебряным голосом. Да, ну вот, серебряным голосом. То есть какой-то стимул идет не только в проективные свои зоны мозга, зрительный стимул 17-18 поля Бродмана, но по колотерариям, по боковым ответвлениям аксонов, он идет стимулирует другие зоны. Слуховую, тактильную, вкусовую. То есть мозг как бы стремится на основе восприятия одной модальности, реконструирует целостный интермодальный мир. так вот, он брал стимулы самых разных ощущений и брал множество шкал взятых из лампоймов английского языка. Например, тяжелый, желтый, приятный, неприятный, мутный, прозрачный, звонкий, тут звонкий, тут противоположные звонки, глухой, там, да. множество, множество самых разных шкал, и по этим шкалам оценивались совершенно разные ощущения. Вот, держит камешек, камешек упал и сказал воду. Вот оценить по множеству этих шкал это переживание. Или, например, вот провести рукой по поверхности и описать эту поверхность с помощью опять наборов этих множества Антонова. Ну, у него, кроме простых ощущений, были понятия. Радость, справедливость и так далее. Получаются такие большие матрицы, множество шкал, множество объектов. Такую матрицу можно факторизовать, пластеризовать, проделать многомерное шкалирование, частно новомодлим, провести структурный анализ. Но все это проблема многомерной статистики, с помощью которой выделяется система категорий, которыми пользовался человек, не осознавая этого. То есть реконструировать его имплицидную модель самых разных сферах. Ну, вот, например, он бы давал абстрактные картины. Профессиональным художникам мы так называем людям с улицы. Просто мы случайно испытываем. Если у профессиональных художников при оценке этих картин выделялось 8-12 базовых факторов основания категоризации, категории, по которым они различаются эти абстрактные картины, то у людей с улицы выделялось один, ну, максимум два фактора. Слаги бы нравится и не нравится. То есть человеческое сознание гетерогенное. Мы можем быть когнитивно сложными при восприятии футбольных команд и когнитивно простыми при восприятии произведения искусства. Когнитивно простыми, например, в сфере политики и когнитивно сложными там, ну, какой-то свои там профессиональные деятельности. Но вернемся к тематическим пространствам. Человек может ну, работу Озгу, да, это были такие пионерские, там, с помощью шкалу, там, но необязательно в качестве шкалу использовать антонимы. Мы, например, для построения политических партий семантического пространства используем, не знаю, высказывания политических лидеров, программ политических партий, там, несколько соцсуждений, представители различных партий или населения оценивают согласность и несогласность с каждым утверждением, там, и так далее. Или, например, невербальные семантические дифференциалы. Мы со временем построили семантическое пространство на рисунках Чарлиобеса. Вот книжечная основа психсемантики, там, которая здесь есть, это пример приводится. можно строить есть техники и на полуфизиологическом уровне, когда там объекты, входящие в объем понятия подкрепляются в дару тока через генерализацию условного рефлекса, устанавливаются семантические связи, в общем, разные способы построения и матрицы семантических связей, в том числе и на неосознаваемом уровне. Ну, конечно, проще работать с языком, но, еще раз подчеркиваю, человек может вносить множество частных суждений. кто тебе там больше нравится, Маша или Оля? Оля или Саша? Саша или Вера? Человек легко такие задачи решает. Но ведь в основе его решения лежит какая-то внутренняя система категоризации, которую он не создает. Но построив матрицу вот таким образом на основе частных суждений можно вытащить из человека, вернее, из его менталитета, ту систему категории, в которых, так сказать, он оперевался. Ну вот в качестве такой преамбул я немножко рассказал о методах психсемантики, которые позволяют исследовать какую-то систему категорий, которые мы упорядочим информацию не осознавая всю эту систему категорий. Потом мы строим многомерные семантические пространства, где оцениваем объекты, выступают координатными точками внутри этого семантического пространства, определяем когнитивную сложность, вклад фактора, чисто формальный математический, вклад фактора в общую дисперсию, показывают субъективную значимость данного основания, категоризации для субъекта, то есть множество параметров, которые, так сказать, позволяют вжиться, вчувствоваться в мир другого человека, имеющего и формальные показатели. Но во многом психсемантика тоже проективная техника, потому что размещение множества объектов в семантическом пространстве позволяет нам чувствоваться, вжиться в мир другого человека. ну, как по мелькнувшему в конце коридора плащу в его приятеля. Ты мог не видеть полностью приятеля, но опознаешь чего-то по каким-то деталям. Кстати, другой, так сказать, один из основателей этого подхода, но я тоже могу сказать, продолжатель этого подхода, мы разработали множество методик, которых не было ни у Возгода, ни у Келли, но я коротко хочу сказать о другом. Келли. Келли был тоже американский психолог. Он проводил рациональную психотерапию, в отличие от психоанализа, он больше, так сказать, напирал на сознание и работал с высоколобами профессурой университетов, студентами престижных университетов, но ему надо было иметь какое-то средство, с помощью которого можно было оценить эффективность психотерапии, потому что ну так, человек говорит так, вроде лучше стало, но это очень субъективно и неформализуемо. Шесть минут осталось. сейчас эксперименты не началось. И Келли использовал этот аппарат семантических пространств, ну в смысле что он использовал, факторный анализ, а матрицы сходство он получал иным способом, для того, чтобы проследить, как меняется картина мира пациента в ходе психотерапии. но времени осталось мало перед экспериментом. Я хотел рассказывать что такое вообще про автопотрет, но прямо уже сейчас только само исследование конкретное. В свое время я познакомился с художником Костей Ганином в маленьком городе Покчитаве, где он жил все время его семью дворян выслали в Казахстан и он был такой художник самодетен, конечно никакого образования толкового не получил. Подрабатывал, рисовал афиши для кинотеатра и какую-то мелкую халтуру делал для моего друга Марка Марса Сум Ангулова на кафедре психологии.